Совпадение или закономерность? Во вторник вечером сразу в двух квартирах в областном центре обрушились потолки. Сложившуюся ситуацию и план действия обсудили на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В квартире 46, дом 31, друг 20 по улице Калинина произошло урушение штукатурного условия в решетке потолка. Также 18 января 2017 года при обследовании квартиры 7, дома 7 по улице Красного Зорь, было установлено, что в данной квартире произошло урушение конструкции перекрытия с урушением также штукатурного условия в решетке. Случаи схожи. Во-первых, обе квартиры расположены на верхних этажах засыпных домов с деревянными перекрытиями. В обоих случаях потолок обрушился в кухне. Есть информация, что в помещениях на момент аварии собственники производили косметический ремонт. В одной квартире люди не жили, то есть именно есть информация о том, что они приходили туда ремонтировать. А в другой мы сами были на месте и видели, что плита отсоединена газовая, то есть какие-то элементы отделочные, они тоже были сняты. И по крайней мере никто, и жители сами не отказывались, что какие-то ремонтные работы они производили. Но в первую очередь я здесь хотел бы уточнить, что я ни в коем случае не хочу сказать, что это произошло из-за действий жителей. Жильцы пострадавших квартир на улице не остались. В одном случае семью поселили в гостинице. Во втором люди решили пожить у родственников. Сейчас нужно решить вопрос о предоставлении им помещений на более длительный срок. Управлению жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Ивана предоставить жителям квартиры 4 и квартиры 7 по улице Красных Зорь и жителям квартиры 35 и 46 жилые помещения на условии договора коммерческого найма при наличии правовых оснований. То есть здесь у нас получается, если у нас будут правовые основания, это проработаем этот вариант. Если правовых оснований не будет, значит тогда придется осуществлять оплату в гостинице этих людей. О причинах говорить рано. Они станут известны, когда будут завершены экспертизы. Однако не исключено, учитывая этажность и тип дома, что происшествия спровоцировали промочки. Управляющими компаниями организован разбор завалов. Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на межэтажные перекрытия. По решению комиссии проектная организация должна изготовить техническое заключение о состоянии строительных конструкций обоих зданий. В этом заключении, как правило, отражается, необходим ли проект на проведение ремонта с работой. Если в этом заключении будет отражено, что проект необходим для проведения ремонта, то, соответственно, управляющие компании уже закажут проект на спектрой документации. Это поможет не только оценить масштабы и стоимость восстановительных работ, но и точнее определить, нет ли опасности для других жильцов пострадавших домов. Крайний срок – 19 февраля. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.